Добрый вечер всем. Спасибо, что пришло так много людей, даже гости вот из Германии, из Филиппин. And do you understand a little bit in Russian? I see. У нас сейчас вот открывается новая клиника, это вторая клиника по программе Anti-Age. У меня вот несколько лет назад возникла идея создать систему долголетия, открыть сеть клиник. И вот у нас на сегодняшний день мы сегодня открываем первую конференцию русско-японскую по программе Anti-Age. Наш президент Путин встретился с Абе японским. То есть у нас сейчас русско-японские взаимоотношения довольно глубоко развиваются. И наши все политики идут на контакт и японцы. И вот наша первая конференция на тему Anti-Age. Средняя продолжительность жизни в России у мужчин 65 лет. Это 2016 год. У женщин 75. У японцев, у японцев, у женщин 86 лет, у мужчин 79 лет. То есть на 13 лет мы отстаем от Японии. Вот. На первом месте в мире по продолжительности жизни Гонконг, Япония. Следующая Италия. Россия на 116 месте. То есть мы отстаем довольно сильно. И этой темой практически немногие занимаются. У нас есть наука Деронтология, которая занимается поддержанием жизни пожилых людей. У меня идея создания направления или науки антистарения. В 55-60 лет человек достигает своего пика интеллектуального, духовного, ментального, материального. И с этого возраста он начинает болеть. У него начинаются грыжи, диабеты, артрозы, остеохондрозы. Он начинает лечиться. И через 5 лет вместо того, чтобы достигнуть своего пика творчества, он начинает заниматься в основном собой. И в 65 лет заканчивается жизненный путь среднего мужчины. То есть он практически не может себя реализовать. И идея этой науки заключается в том, чтобы к нам приходит человек. То есть уже есть даже готовая система. К нам приходит человек в 55-60 лет. Мы в течение 3-4 лет его доводим до 45-летнего возраста биологического. И в течение 50 лет этого человека держим в одном возрасте. И создана уже система. И в течение 7 лет мы работаем с рядом пациентов. И опробируем разные части этой системы. В мире существует около 300 научных, около научных теорий продления жизни. И каждая теория, она какую-то определенную сторону охватывает. Но цельной системы практически ни у кого нет. 20 лет назад мне довелось довольно много лет провести на Востоке. В частности в Индии. И я столкнулся с рядом людей, возраст которых более 200 лет. Это Индия, это Сирия и Бирма. В тот период у меня как бы не было задачи их изучать. Я просто с ними общался, собирал информацию, делал видео. И вот с этого года я уже хочу более глубоко взять у них волосы, ногти, кровь и уже изучить более глубоко изучить их жизнь. И как бы на основе их учения, а у них есть цельная система, эта система называется Кая Кальпа, уже преобразовать в такую русскую систему продления жизни. С моей точки зрения, почему мы долго не живем, это не наши суставы, это не наши сосуды, это не наши органы проблема, потому что можно вылечить и позвоночную грыжу, можно вылечить атеросклероз, можно даже вылечить диабет первый, даже может с онкологией справиться, но продлить до 120 лет, вот мы все знаем, что это невероятно сложно. И основную роль, я считаю, играет психика. В моей системе она состоит из 25 ступеней. 13 ступеней – это совершенствование нашего физического тела, начиная с мышц, сосудов, суставов, органов. На каждую часть нашего тела есть очень такой большой сложный комплекс работы, как их сделать, привести в идеальное состояние. Но основная проблема старения – это наша психика. С 14 по 25 ступень – это работа с психикой. 14 ступень – это умение управлять нашей кровью, нашим сердцем, нашим давлением, температурой нашего тела, релаксация, умение засыпать за одну минуту. На следующей ступени… Ну, сейчас я не буду перечислять, как бы у нас сейчас нет такой задачи. С каждой ступени идет вот как качан капусты, и по одному листу мы снимаем и высвобождаем внутренние резервы, и доходя до 20 ступени, мы высвобождаем уже внутреннюю энергию, когда мы можем управлять законом притяжения Земли. И, ну ладно, сейчас пока на эту тему в конце будет выступление Красака и Кальпия, более подробно расскажу. Вот сейчас я хочу представить Ватанаба Херамичи. Это бывший замминистра экономики, депутат Нижней палаты парламента, председатель комитета здравоохранения, труда и благосостояния Японии. И он сейчас нам скажет несколько слов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Минасам,こんにちは. Тадайма, го紹介をいただきました 衆議院議員の Ватанабе Хиромичиでございます. Добрый день. Меня зовут Ватанабе Хиромичи. Как мне представили, я являюсь депутатом Нижней палаты парламента Японии. АПЛОДИСМЕНТЫ МОСКВА Мы перед конференцией как раз познакомился с одной из представительниц красивых мам МОСКВЫ. Вот сейчас господин Юрий Ведов когда выступал, опять-таки задумался над тем, какая же является основная цель нашей человеческой жизни. Я подумала, возможно, это все-таки наше здоровье и наша жизнь в полном здоровье. То есть, как бы занимаемся любимым делом и при этом мы здоровые. Япония является занимает первое место по долготея средней жизни в мире. Женщина средняя возраста 86 лет, мужчина около 80 лет. Ну, что-то так長く 生きているわけで ありますけれども 人生が本当に 幸せかどうかっていうのは また別問題だと思います. Ну, несмотря что мы являемся представителями долгожителей, все равно как бы вопрос насколько счастливы мы являемся. я думаю, что, конечно же, вошли в то время, когда развитие отношений между Россией и Японией в вопросе долголетия, как раз этот вопрос начинает развиваться между нашими странами. Япония. 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 И все-таки первое направление Министром здравоохранения России и Министром здравоохранения Благосостояния Японии Меморандум в области здравоохранения И основной является посылом данного меморандума Это сотрудничество между Россией и Японией в области здравоохранения Также это касается предохранения, вопрос пренитивной медицины А также, как известно, в Японии имеется очень много В Японии развита медицинская технология и было принято решение о развитии и сотрудничестве в области медицинской технологии Поэтому я думаю, что в будущем данные отношения между Японией и Россией в области здравоохранения должны развиваться И достичь того, чтобы были результаты по продлению жизни, человеческой жизни Я считаю, что это данная конференция является хорошим шансом для развития данного вопроса и за что я очень благодарен господину Юри Ведову Также японские гости сегодня представят свою презентацию по вопросам в области здравоохранения Я хотел бы помочь в том вопросе, чтобы следующий семинар был проведен на территории Японии Потом опять был проведен семинар на территории России И так это продолжалось дальше Также надеюсь, что данный семинар будет иметь хорошие результаты в дальнейшем Поэтому все, спасибо за внимание Спасибо Спасибо большое, господин Акадам Сейчас у нас выступит доктор Таше Инуи Он директор большой медицинской компании в Японии Сансей Мирай В этой компании семь клиник, которые занимаются лечением аутоиммунных заболеваний, онкозаболеваний, вирусных, детских, неврологических и продления жизни Мы уже более двух лет сотрудничаем с доктором Таше Инуи И он разработчик серии препаратов GCMAF, которые основаны на GC-белте Это препараты орального применения, инъекционного, спрея И вот сейчас выходит серия препаратов денных Спасибо, господин Юрий, что пригласили меня Я очень счастлив иметь возможность представлять свою компанию и препарат GCMAF И рассказать вам об иммунотерапии У нас три офиса головной находится в Осаке, а еще у нас есть офисы в Кобе и в Токио В этой презентации я расскажу вам про GCMAF О так называемом втором поколении этого препарата Как он производится и что он делает Я буду говорить о некоторых основных моментах о том, что такое GS-белок Что же это? Это протеиновый компонент, который специфичен для определенной группы белков И также его называют белок, связующий витамин D Он находится в плазме человеческой крови И относится к семье альбуминов Данный протеин переносит витамин D, а также является активатором макрофагов Существует шесть различных типов GC-белка Существует несколько подгрупп этих белков Их можно синтезировать Доктор Ямамото и доктор Хори как раз занимаются этим, используя клетки крови И были обнаружены успехи в лечении многих заболеваний Белок ГС-белок производит все необходимые активаторы для макрофагов Существует три разных вида молекул сахара И в зависимости от этого действует белок Доктор Ямамото и доктор Хори в 1993 году разработали схему Как можно превращать один подвид белка в другой GC-1F Они обнаружили, что Воспаление Результатом гидролиза Галактозы и сиалиновой кислоты Посредством GC-1F 1F Белка И, собственно, Провоцировал этот гидролиз Такой фермент, как Бета-галактозидаза Она активируется в клетках иммунной системы Если мы посмотрим на эту схему, то вот так происходит процесс производства GC-1F Мафа Макрофаги находятся во всех тканях организма и действуют они как пожиратели бактерий или болезнетворных субстанций Макрофаги У макрофагов очень важная роль в организме, то есть они избавляют организм от болезненных клеток, слабых умирающих, умерших клеток, то есть они очищают организм от болезненных клеток Разрушающихся клеток, то есть они как дворники И, соответственно, они играют главную роль в процессе восстановления ткани, а также в заживлении ран, а также в производстве опухолевой ткани или наоборот в замедлении производства опухолевой ткани И мне сегодня хотелось бы сделать акцент именно на восстановительной функции макрофагов, когда ткань заживает и восстанавливается И я покажу вам несколько примеров из клинических работ На этой диаграмме указано, как макрофаги удаляют, ликвидируют, а первоначально обнаруживают и поглощают патогены и болезнетворные клетки и субстанции На этой диаграмме видно, что макрофаги существуют практически во всех тканях человеческого организма В мозговых клетках, в коже, в кишечнике и во всех остальных органах И присутствующие в этих тканях макрофаги играют критически важную роль в восстановлении этих органов и тканей Макрофаги могут находиться в трех позициях Нацеленная позиция, первоначальная позиция и, так сказать, состояние стресса или позиция устаревшей клетки GCMAF как раз нужен для того, чтобы активировать макрофаги, чтобы они были в активном состоянии и чтобы не происходило воспаление И также важно знать, что макрофаги играют критически важную роль в подавлении опухолевых клеток То есть они мешают появлению опухолевых клеток и подавляют их активность Соответственно, макрофаги обладают антиопухолевым эффектом То есть, получается, наличие GCMAF увеличивает количество моноцитов в крови И, соответственно, больше дендритных клеток созревают в лабораторных условиях Данный эксперимент был проведен доктором Кубо в компании Сайсэймирай Здесь на слайде показано, насколько больше дендритных клеток получается, если мы добавим GCMAF в пробирку И подождем от 6 до 8 дней На первой диаграмме мы GCMAF не добавляли, а на второй добавляли И вы видите, насколько дендритных клеток созрело больше в пробирке с помощью этого протеина Мы в Токушима университете постоянно тестируем и проверяем GCMAF И проводим разные исследования над этим веществом Мы также исследовали, как он точно влияет на активность макрофагов И мы использовали кровь мышей для этих исследований И обнаружили, что высокая патогенная деятельность обнаруживается у макрофагов Мы обнаружили, что GCMAF второго поколения Это такая сильная субстанция, которая может в холодильнике держаться около года Или четыре недели может сохраняться при комнатной температуре Либо при теплой температуре в 40 градусов целых 7 дней И существует GCMAF, который можно принимать, запивая водой Что это? Его производят из молозива коровы И, собственно, кровь использовать нам не нужно Молозива очень богата белками Это так же, как сыворотка В нем находятся иммуноглобулин G, A и M И не нужно делать уколы Данный эксперимент был проведен в Токусима университете доктором Уто Данный препарат на основе молозива Сильно активизировал фагоцитарный эффект Внутри кишечного тракта мышей Примерно настолько же сильно, как LPS И мы видим, что GCMAF, произведенный из молозива, очень эффективен При применении его внутри желудочно-кишечного тракта Интерликин 1-бета и ТНФ-альфа Это главные воспалительные цитокины, которые связаны с аутоиммунными заболеваниями И вот против этих воспалительных цитокинов GCMAF, произведенный для запивания водой Не силен, он пока не может обеспечить крепкую защиту Вот этот эксперимент провел доктор Осаки в университете Тотари Эксперимент был проведен на здоровых собаках И мы видим, что GCMAF повлек за собой увеличение количества вспомогательных Т-клеток Так называемых клеток-терминаторов, которые убивают старые клетки И мы видим, что в этом предварительном эксперименте GCMAF перорального назначения подавлял производство интерликинов 4 и 6 И вот эти два цитокина, они связаны с аллергическими заболеваниями А GCMAF первого поколения был разработан доктором Ямамото в 1991 году Это было его достижение, осуществленное в университете Токушима Однако, GCMAF первого поколения мы больше не используем в японских клиниках Потому что он не такой стабильный и концентрация у него ниже Также есть риск перекрестного заражения И в особенности, если есть какая-то непереносимость к витамину Д, например, у человека Соответственно, его нельзя использовать первого поколения А вот GCMAF второго поколения был разработан в университете Токушима в 2010 году И преимуществом данного вещества является его высокая концентрация То есть это 1500 нанограмм на полмиллилитра в ампуле И это вещество более надежно, и оно еще лучше активирует активность макрофагов GCMAF первоорального приема был разработан в 2014 году Сансей Мирай в Токушима университете И также разработано это вещество на основе молозива коров То есть, можно сказать, чуть ли не в сто раз более эффективно это вещество второго поколения, чем первого Можно запивать капсулы водой, а также существует спрей и порошок, который можно рассасывать И в плане экологии и, как сказать, ненанесения вреда окружающей среды, вот этот препарат очень хорош И дополнительный вариант препарата GCMAF разработали уже в 2016 году совместно компанией Сансей Мирай и Сансей Фарма Это уже, можно сказать, вещество четвертого поколения, и оно использует комбинированную технологию Молекулярная структура GCMAF четвертого поколения совпадает с молекулярной структурой первого И нам не нужно использовать клетки крови, чтобы делать уколы и инъекции И таким образом мы считаем, что такой медикаментозный препарат будет хороший Вот перед вами анализ Здесь рассматривается такое вещество, как HPA-лектин Молекулярная масса GCMAF около 52-58 килодальтонов В первом поколении молекула GCMAF была 55 килодальтонов Такова была молекула в первом поколении, а вот во втором поколении она представляет из себя связь из нескольких молекул в 70, 55, 51 и 17 килодальтонов И вот та часть молекулы, которая состоит из 55 килодальтонов, это как раз главный компонент молекулы, и можно его один назвать GCMAF И у GCMAF на основе молозива мы можем найти три связи положительно заряженные И вот их значения 180, 75 и 28 килодальтонов И вот 28 килодальтоновая связь соответствует как раз связи в GCMAF Мы видим по этой схожести, что второго поколения белок GCMAF и молозива обладают сильным эффектом активирования макрофагов Но мы пока еще продолжаем вести исследования в этой области Здесь как раз показаны основные моменты работы с GCMAF Здесь как раз показаны основные моменты работы с GCMAF И в первом поколении GCMAF было очень низкой концентрации, потому что вещество проходило процесс очищения, пурификации Не было альбамина и мочевой кислоты И без этого вещество менее стабильно На этом видео показано, как макрофаги, которые активированы GCMAF второго поколения, поглощают красные кровяные тельца На этом видео показано то же самое, но с помощью препарата GCMAF, разработанного на основе молозива, применяемого пероральным И вот если мы сравним два видео, то мы увидим, что пероральные капсулы GCMAF второго поколения показывают даже более сильный эффект активации макрофагов Здесь видно, как в рамках человеческого тела GCMAF подавляет развитие опухолевой ткани Данное исследование провел господин доктор Уто в университете Токушима И здесь видно, что GCMAF первого поколения очень сильно блокировал развитие кровяной карциномы в живой ткани А здесь показано, как GCMAF второго поколения влиял на опухолевые клетки, как он их подавлял Это мы смотрим ткань мышей Этот эксперимент также провел доктор Уто в университете Токушима Черная полоса показывает больных, которые не лечились Зеленая полоса показывает первую группу, которые использовали GCMAF первого поколения А вот как раз синяя показывает пациентов, которые использовали препарат второго поколения И вы видите, что заметно серьезное увеличение продолжительности жизни мышей, на которых применяли GCMAF второго поколения И несколько слов о теории наголазы Теория наголазы очень интересует людей и иногда слишком сильно Наголазы — это фермент или энзим, который синтезирует раковые клетки или зараженные клетки Обнаружили, что наголаза синтезируется и скапливается в раковых клетках у пациентов На наголазу может влиять белок ДПБ, то есть это связующий белок витамина Д Мы обнаружили, что глокализированный GS-белок не может превратиться в протеин GCMAF Мы обнаружили, что глокализированный GS-белок не может превратиться в протеин GCMAF Мы провели ряд исследований, чтобы посмотреть, как ведут себя раковые клетки или заболевшие клетки в данных условиях Мы наблюдали за тем, как ведет себя фермент наголаза в течение 24 часов И об этом ферменте существуют разные теории и даже заблуждения Я чуть позже расскажу Ноголаза существует двух видов – экзо и эндо, то есть внешне и внутренне Тип экзо, то есть внешне наголаза, синтезируется раковыми клетками, вирусными клетками, а также и нормальными здоровыми клетками тоже А вот тип эндо, то есть внутренне наголаза, она синтезируется только раковыми или зараженными вирусами клетками и никогда здоровыми И вот доктор Ямамото как раз проводил свое исследование именно на наголазе типе эндо Часто в органах и тканях встречается именно экзо, наголаза, то есть другого типа И собственно какова разница между этими двумя видами наголазы в плане расщепления сахаров В первую очередь белок Gc представляет из себя дисахаридную структуру бета-галактозы Gc-MAF это моносахаридная структура с трионином Именно вот этот процесс расщепления экзо-наголазы и эндо-наголазы разный Наголазы типа эндо может расщеплять оба вида белка и Gc-белок и Gc-MAF А вот наголазы типа экзо может переваривать или расщеплять только Gc-MAF И как же действует Gc-MAF внутри организма зараженного раком На данном слайде указано как Gc-MAF второго поколения работает в кровяных клетках пациента зараженного стреляющего раком И видим, что активность данного белка высока На первых трех указано в крови здорового человека и на остальных колонках указаны цифры у пациента с раком Всего-то мы использовали 10 нанограммов Gc-MAF второго поколения для данных исследований Клинические факты Высокую активность в плане поглощения патогенных клеток И это мы обнаружили в университете Токушима Мы видим, что раковые клетки пациента могут превратиться в Gc-MAF И данный процесс, данное обнаружение противоречит классической теории о нагалазе, которую разработал профессор Ямамото Мы видим по клиническим исследованиям, что нагалаза может быть указателем на воспаление, так сказать, воспалительным маркером, но не может указывать на конкретное заболевание И есть ткань, лимфоидная ткань, которая связана со слизистой оболочкой И данная субстанция выстилает большую часть лимфоидной ткани Мы можем вот эту структуру разделить на несколько подтипов условно названных Гальт, Бальт и Вальнейр И очень много макрофагов содержится в этой ткани И, соответственно, много противовоспалительной работы ведется именно в этих тканях И, собственно, как только происходит какое-то воспаление, данная структура слизистая работает на активацию макрофагов, чтобы воспаление подавить В кишечнике существуют бактерии, которые хитро связаны с нашей иммунной системой И вот именно эти бактерии, так сказать, обучают иммунные клетки Очень большая часть, около 70% иммунной системы как раз содержится в рамках желудочно-кишечного тракта И вся система контролирует и микрофлору кишечника, и баланс или дисбаланс во всей системе Именно поэтому очень важно, чтобы капсулы Джесси Мафа принимались, запивая водой, то есть попадали в желудочно-кишечный тракт Давайте мы сделаем на 15 минут перерыв, там можно будет выпить соку, вот комната левее по коридору И через 15 минут продолжим Продолжение следует...